не понял не понял вы сейчас меня смотрите странно я не вижу что было и поставили давайте больше так не будем поставим лайк и я продолжу а то люди как то ли хотя бы дизлайк что-то надо сделать здрак едини владимирович да да здрасьте меня зовут семёнова екатерина сергей на отдел взыскания банка тиньков по вашему кредитную покупку имеется задолженность размере 5900 рублей требованы банка произвести оплату сегодня вы готовы внести оплату в указанные сроки катюш молоденькая такая девочка вот поперлась на эту работу ну ты чё не знаешь что ли как ситуация обстоит со всеми этими идеями по возврату просроченной задолженности как люди к ним относятся но тебе надо ты еще жить не начала судя по голосу уже в такое болото залезла для чего тебе это объясни сама себе спасибо ну давай все до свидания не порти карму чего вы готовы произвести оплату давай начнешь вот с этого момента за ум браться и ценить свою жизнь которая тебе в единственном экземпляре была богом преподнесена да и соответственно выводы делать будешь хорошо я учту спасибо давайте в этот момент начну начни учитывать и и в то же время вот в процессе всего происходящего включи прям тут же мозги и пойми что то что ты сейчас пытаешься делать но ни в коем случае кроме тебя самой никому не интересно а кстати но и рабовладельство и тоже заинтересован в том чтобы ты продолжала это делать самым бессовестным образом заинтересованы меньше всего учитывая твои душевные терзания Евгений Владимирович я учту спасибо не пытайся мне говорить очевидные вещи я все это понимаю я знаю что тебе нет сейчас смелости взять и признать правоту моих слов но я и не претендую может быть нужно время выбрать паузу какую-то взять чтобы над этим поразмышлять хотя это очевидные вещи и естественно все знают в нашей стране что вот тот твой временный выбор который ты сделал а он не уважаем нигде и никем остается вопрос у тебя самой самой себе зачем ты этот выбор сделал зачем вы сейчас это говорите это уже не относит меня но мы же с тобой вдвоем я слышу по голосу это совсем молоденькая девочка и ты думаешь по своей наивности что негде больше денежек взять а на самом деле если ты сосредоточишься как говорится в другом направлении вектор своего внимания выстроишь к радости своей увидишь кучу возможностей зарабатывать нормальные деньги не портя себе карму ну можешь это воспринимать не как карма там а просто жизнь там как угодно без всяких акцентов на какие-то вероисповедания или может быть на какие-то ориентиры вот эти вот верующих людей так или иначе ты же понимаешь да тот посыл которая до тебя хочу донести евгений владимирович это не относится ни к нашему диалогу и диалог у нас не получится если вы будете продолжать в таком же контексте вы готовы продолжить конструктивный диалог давай мы с тобой определимся душа моя ну во первых начнем с того что у нас весь с позволения сказать диалог в принципе состоял из того что я накинул выражаясь на сленге до накинул тему то что ты пытаешься сейчас навязать мне ни в коем случае меня не интересует да и не только меня любой здравомыслящий человек понимает что это всего лишь слова ничего общего с действиями которые как ты может быть еще допускаешь могут быть нет ничего не произойдет из того что ты говоришь никаких последствий таких серьезных кроме судебных разбирательств ни одного должника не ждет ну и из этого делается простой вывод что тебя подставляют твои рабовладельцы акцент ставлю на этом не работодателя рабовладельцы тебе лишь выбрать остается будешь ли ты в числе рабов либо покинешь этот эту вакансию так назовем ситуацию хорошо евгений владимирович я вас услышала мы перезвоним в другой день я с вами лишь бы ты среди этих мы не фигурировала я надеюсь ты включишь мозги всего доброго до свидания а ты еще сейчас рассчитываешь на то что я выключусь ты инициировала сеанс связи ты его и прекращай хорошо до свидания пока катюш еще лайк не поставили вот за этот разговор катюшу давайте вместе спасем лайков побольше поставим чтобы катюша и и подобные дурочки услышали этот диалог так как если вот будет активность на канале то ведь он будет рекомендовать ну и соответственно услышали и подумали прежде чем принимать это пагубное для своей души и жизни решения алла каждый ваш лайк может спасти душу и реально реально может власти душу алла здравствуйте информируем вас о необходимости дождаться ответа оператора данный разговор имеет решающее значение дождемся нет здравствуйте приветствую вас кто это Наталья олеговна ваш номер телефона предоставила бы ее родственник или знакомый почему интересуетесь я спросил вы кто вы начинаете задавать вопросы естественно что еще не выяснили я разговаривала это компания финансы специалист административного взыскания ткачева ольга дмитриевна ведется запись разговора таким вы ей приходит звучит пафосно так вот у нас слуха на деле но идиотка идиотка административное взыскание что это за глупость так вы решили все таки самоутвердиться вам чего-то в жизни хватает поговорить об этом есть надобность искушенная мадам такая в жизни хапнувшая все и и всех и теперь готова готова все кого-то еще и получить то самой жизни да идите отдыхаете покой нам только снится голос за противный правда какой противный голос а вот раз это да здрасте виталий владимирович этого и до питалий владимирович а вы кто звонок и совком банка меня зовут емельяна и владимир на сами кори виталий владимирович слушал звание вам с отдела досудебное взыскание ведется запись разговора по вашей просроченной задолженности званием по карте халва восточная вас на сегодняшний день сумма 29700 рублей 31 деньги в графике необходимое требование банка срочно погасить до 24 числа оплата будет у вас вашего банка вашего банка на требования или банка восточный банк восточный сейчас присоединен к совком банку вы же знаете прекрасно первый раз слышу и точнее от вас я это слышал но официальная информация нигде не опубликована ну что значит нигде не опубликованы ну я неизвестно перестаньте такими интонациями тут меня воспитывать еще раз повторяю вот такими которые вы выбрали переслушайте в записи есть закон под номером 230 он содержит статью номер 9 в которой четко нет мы вернемся пока мы сейчас я сейчас про закон говорю будьте добры не перебивать меня когда с вами разговаривают и цитируют практически закон ссылаются на закон выбрала интонации как будто все тут насраны а она тут вся вы на самокате ездит блять вокруг нас еще раз повторяю 230 федеральный закон в части статьи 9 9 обязывает моего первого кредитора чтобы не происходило слился он разлился блять убился чего угодно с ним произойдет если появляется если появляется третье лицо на горизонте между мной и моим первым кредитором то первый кредитор обязан уведомить меня о наличии третьего лица которому делегировано право по взаимодействию со мной я утверждаю об этом и если у вас есть обратные доказательства продиктуйте мне трек номер письма трек номер письма который доказывает что банк вас точно меня уведомил вопрос будет решенного заплаты с вами обсуждать не намерен приходили пуш уведомления я при я вижу вам приходили сообщения поэтому они вами 230 федеральном законе статьи 9 ничего не сказано про какие-то там ваш пуш уведомления ни слова про пуш уведомления не сказаны там сказано либо о курьере либо о почте россии поэтому с вами я обсуждать ничего больше не буду если вы на что-то претендуете если ваши права по вашему мнению нарушены передайте своему руководству чтобы на основании 3 статьи гражданско-процессуального кодекса они сформировали исковое заявление в суд снабдили его на основании 71 не перебивайте меня 71 статьи гражданско-процессуального кодекса доказывающими документами и отстаивают пускай свои права в состязательном процессе называемом суд более я с вами обсуждать ничего не буду информацию о своих взаимоотношениях со своим первым кредитором я с вами обсуждать тоже не намерен потому что я не знаю кто вы и каким образом вы появились на горизонте на моем так друзья кто хочет на эмоциональном уровне вот их ставить на место пожалуйста вам как говорится клюшку в руки пожалуйста играть дело в том что не имеет значения банк коллектор кто угодно 230 федеральный закон не видит разницы и сориентирован как раз таки на процесс по возврату просроченной задолженности если банк банку передает какие-то полномочия то первый кредитор обязан уведомить девятая статья и там ни слова не написано банк микрофинансовая организация или может быть еще кто-то частный кредитор там написано что просто первый кредитор первым кредитором может быть и частное лицо и мфо и также банк не катерина юрьевна здравствуйте вот тебе здрасте кто это я представлюсь это досудебный отдел о мфк быстро деньги меня зовут икушевская ольга сергеевна разговор записывается подскажите екатерина юрьевна я могу услышать будьте добры внесите ясность что такое досудебный отдел я могу к меня беспокоит ответа на этот вопрос никто еще никогда не дал в природе что он означает что во первых как этот отдел сформирован из кого ну точнее с уровень специалистов работающих в этом отделе и самое главное где этот отдел находится после того как дадите внесете ясность вот я же вам вопросы задал совершенно простые они не требуют какого-то там специального знания не можете до сказать тоже судебное дело ну понятное дело что в свое время никто для них этого ничего не придумывал какой-то один там во времена хорошие жатвы когда люди еще не понимали что происходят вот так представляться ну может быть конечно не коллеги на с кем-то собрались и некие такие фразы выбрали работающие так или иначе из этого всего славоблудия сформировался целый сленг коллекторский пкм овский туда и входит прекрасная фраза конструктивный диалог испохабленная и поменявшая вообще все оттенки изящности благодаря тем сволочам много раз горел хорошая фраза с удовольствием можно было эксплуатировать формате обычных переговоров и параллели вот эти вот разговоры в параллель конструктивный как я сказал диалог и досудебные и послесудебное дело департаменты ну то есть я говорю это целая эпоха эпоха коллекторов она все равно когда-то закончится это однозначно без вариантов на мой взгляд она собственно говоря на исходе но все-таки пока что мы имеем удовольствие наслаждаться привет привет с кем и разговаривать буду сейчас ангелина александровна отдел за искание банка тинькофф по высшей карте имеется задолженность размере 1 тысячи девятьсот тридцать рублей для меня банка произвести опада сегодня по готовности опада в указанные сроки ангелина что-то мне подсказывает что ты героиня миллионного но в плане просмотров ролика на одном из очень популярных каналов алиамовский алиам на кузнецов и там вроде как даже тебя хвалили ну может это не ты может ты еще ангелина точно звать и кузнецов с тобой разговаривал предлагала улыбаться и мы вроде все смогли услышать что ты признала свою ошибку а теперь речь ты давно работаешь тому ролику года два или три о чем вы говорите в один он еще называется спас душу по-моему так называется но там кузнецов слышала такого человека есть такое на просторах youtube достаточно популярный человек и он разговаривал с одной дамочкой по имени ангелина тоже с банка тинькофф и очень-очень голос похож был на тебя представляешь вот и неужели это ты и ты еще до сих пор там на мере матвеевич давать вернемся к звездам за должности благотворности оплаты в указанные сроки чего владимир матвеевич его готовность оплаты в указанные сроки вот смотри ролик называется это войдет в историю сто процентов вы такого не слышали нигде я сейчас включу его алло вас приветствует банк мадонатвеевич давайте вернемся к созданию не сказали какой коллекторское агентство вы о чем сейчас я нашел звезды ворону язык потому что ему нужны люди которые умеют думать подожди подписи ответственного лица может нас уже я просто хочу еще основу фундамент юридически вот эти вот простые вещи вам нужно ждать более того от вас их со страшной силой скрывать я не удивлюсь сейчас в процессе разговора на стоит кто-то отключит дай бог самгелина и слушает заинтересовался вот этим всем и вот этот канал я тебе очень рекомендую посетить подожди помолчи помолчи подожди 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 помолчи стоимость всего всей нашей страны несколько раз меньше или я сейчас точно пойму ты это или нет вот где эти деньги откуда эти деньги рисуются на бумаге билет внутри касса очень-очень долго поэтому кузнецов тебя тут воспитывается друзья на ваших глазах сечь возможно ознакомлюсь это ты ангелина ёб твою мать и там до сих пор что ли владимир матвеевич миллион 613 тысяч или на александровна диалог у нас сейчас не получит его длина александровна макс этот ролик дай пожалуйста но ты знаешь если это действительно ты-то ты разбила миллион сердец не миллион шестьсот тринадцать из них дикое количество тысяч лайков тут наши люди пишут ангелина вы молодец после того как вы начали посмеялись потом долго слушали и так далее ангелина умничка с момента выхода видео прошло уже много времени но посмотрела его только сейчас этот месяц назад человек пишет а давай нажмем самые популярные да слушай тоже ты я с вами прощаюсь мы перезвоним в другой день всего доброго до свидания вы дали правильный совет ангелине на самом деле ангелина блять овца блять деревянная и не по пояса полностью ангелина чтоб ты обосралась мать со своим голосом если честно сам поверил тогда что ангелина разобралась во всем как говорится здесь и сейчас да здравствуйте меня зовут кольцова екатерина александровна ведущий специалистов ольфа банка информирую вас о записи диалогах давид георгиевич это вы ну я и что обязательно нужно оплачивать вообще кому это обязательно это раз а во-вторых почему не говорите до конца как оплачивать нужно в нарушении закона но я и не так и не так оплачивать не собираюсь ничего нарушать закон не собираюсь и существуют приоритеты те кто считает что я им нужен подали в суд получили решение и в первую очередь я буду если захочу оплачивать не долги которые признаны судом а не те которые вроде как сформированы где-то в чем-то там гиперактивном воображении но видимо что-то путаете или недопонимание у нас точно происходит сейчас просто это принудительная мера взыскания в отношении вас но я творю доброго это вы так и на это вы так назвали принудительно на самом деле это обычная законная мера которая обусловлена собственно гражданско-процессуальным кодексом гражданским кодексом нашей страны еще раз повторяю главное федеральным законом 229 о принудительном взыскании так естественно закон везде закон а вы на основании какого закона требуете чтобы я второстепенную часть поставил признанные законом долги мои а ваши вот начал оплачивать вот именно второстепенно давид гевардович послушайте на второстепенную я слушаю почему вы решили что я должен в первую очередь оплачивать ваши долги которые не подтверждены на законодательном уровне то есть они в суде они зафиксированы то что я должен эти деньги это просто фантазии ваши почему я должен проигнорировать вынесенное законное определение судьей представителем закона и почему-то начать оплачивать вот какие-то вот выговоренные непонятно кем и необоснованные непонятно почему цифры они обоснованы это в суде все эти цифры нужно доказать что они обоснованы они вами обоснованы но не подтверждены человеком облеченным властью утверждать и обозначать мой долг перед вами зачем с такими интонациями зачем это говорить а я же четко конкретно разложил свою позицию пока вы не докажете в суде что я вам должен я вам ничего оплачивать не буду я не считаю что я вам должен почему вы считаете что вы ничего не хочу добиваться это вам прежде всего нужно что-то от меня добиться мне от вас ничего не нужно не находите да не состыковочку воспитателя выключайте посмотрите какого года рождения я и посмотрите себе в паспорт какая разница у нас с вами в возрасте правильно сделайте надо было не начинать его диалог монолог я сплошь не намерен ну так и все выключаемся на самом деле это на самом деле диалог только вы не ожидали дамочка что он таким образом сложится вы хотели чтобы я вам сказал скажите адрес где банкомат чтобы в обход ареста да чтобы в обход закона оплатить а тут человек оказывается воспринимает ситуацию адекватно в отличие от вас заканчивать не надо было начинать повторяю что это угроза или что это такое вообще мне как на это реагировать отчаяться вы разве чувствуете алло да слышу я че мне не слышать то послушайте сейчас если вы не возвращаетесь в график платежей да действительно банк может ну все к этому и призываю изо всех сил призываю если вы считаете что ваши права нарушены третья статья гражданско-процессуального кодекса об этом четко и конкретно говорит формируйте приз подкрепляйте документами до 71 статья гпк рф доказывающими очередь становитесь и никакого обхода ареста нас с вами не ждет без того чем не а то посмотри на них кто-то удосужился в суд подать да у пристава исполнительное производство возбуждено и все должны его проигнорировать а вот в альфа банк это долбаный заплатить в обход ареста интересно оставайтесь на линии первые освободившийся оператор здрасте здравствуйте компания money man зовут дегтярия кристина борисовна могу ли услышать екатерина герасова нет знакомая для чего этот вопрос сказал нет все это чуть меняет вы со мной хотите поговорить что меня это чё конкретно чего конкретно меня однозначно поговорить о сне не получится еще раз вопросы эту что-то меняет вопроса задаете ответьте на мой один вопрос это меня что это меняет знаю или нет. Что это меняет? Записатель, передатель номер телефона. Так вы не будете с ней разговаривать. Она не хочет. Что за глупости мне? Я не спрашиваю, кто что хочет. Я спросила, знаете ли вы? Я говорю, все настры, она на самокате проехалась. В смысле я не спрашиваю? Кто у тебя вообще уполномочен что-то заявлять? Кто вообще будет считаться своим мнением кукольным? Я спрашивал, а не спрашиваю. Кто ты такая вообще? Что ты звонишь? Ай? Алло. Здравствуйте, Рахимова Оксана Алексеевна, инспектор отдела клиентского взыскания у Альфа-Банка. Здравствуйте, Александр Викторович. Да, вы инспектор отдела клиентского взыскания. Правильно услышал? Трудная такая должность. Да, правильно слышали. Договор у вас на 203 509 рублей в Альфа-Банке. На данный момент у вас есть предложение по дисконту. Скажите, вы ранее вам же говорили о том, что имеется дисконт по вашим договорам? И говорили, что имеется дисконт и даже обещали прислать его по почте. До сих пор ничего не пришло. По почте нет. Такая возможность не вам не будет прислать. Ну тогда считайте, что у меня нет этого предложения. Я только... Не, пожалуйста, не перебивачиваю для начала. Не, ерунду перестаньте говорить. Я сказал, что изучать все предложения от банка только будут только на бумаге присланные. Параллель не разговариваете? Что за... Не понимаю. Я вот этого тарабарского языка не понимаю. Я еще раз вам говорю. А я еще раз говорю. Если вы собираетесь мне голосом про какие-то там дисконты рассказывать, не тратите время только на бумаге. Только на бумаге. Все, давайте вместе прекратим все, что вы начали. И вы будете инициатором прекращения. В связи с тем, что вы инициировали начало, с тем же успехом закончите. До свидос. До свидос. Не задерживаю больше. Никого и нигде. Очень хорошо. Это ваша судьба херней заниматься. Ну что поделаешь. Ну кого-то это вообще огорчает, кроме вас. Что звонки будут продолжаться. Вас приветствует, как? Здравствуйте, компания MoneyMan. Меня зовут Иванов Максим Юрьевич. Александр Александрович? Да, Максим Юрьевич. Это вы правильно понимаете? Это я, вы правильно понимаете, Максим Юрьевич. У вас курс дела по компании фиксированное нарушение условий договора. Да, я в курсе, в курсе, в курсе, в курсе. Не надо ничего тут вводить. Первый день, что ли? Я договорю. Дочитаю, да, говорит. Ты в курсе делал? Александр Александрович. Решал, решай. У вас сегодня 16-й день просроченной задолженности. Сумма требований к оплачиванию оставляет 16 383 рубля 85 копеек. В связи с этим, аркадетор выставил требование на основании статьи 307 Гаджанского кодекса и оплатит долг в полном объеме сегодня. И тебя назначили с меня получить, да? Ты самый мощный Амиго, и тебя тут выдвинули. Александр Александрович, вам смешно... Что смешного я сказал? Да, по сути, ты просто смешной, да и все. Давайте вернемся к делу. Давай попробуешь. Давай попробуешь вернуться к делу. Я спрашиваю, и тебя тут назначили получить с меня Бабова, да? Объясните мне. Ага, вот так ты, да, это делаешь? Вот так ты подкрадываешься, да? Корректно, серьезно, ведите разговор. Вы по голосу взрослый человек, что вам мешают беседовать? Так и есть. Я просто тебя не воспринимаю всерьез, вот и все. В таком случае дайте конструктивный ответ, на вопрос мой. От вас сегодня оплата поступает? Да? Или нет? Блин, что ты, дурачок, что ли? Ты не понимаешь. А ну-ка попробуй так догадаться. Ну, типа, ты думаешь, что вот так вот я поговорил с тобой, побежал платить, да? Как так получилось, что вышли... Александр Александрович, как так получилось, что вышли на 16-й день про срочную задолженность? Скажи, чем? Пиздец, хуй его знает. Хожу-хожу такой, блядь, пиздец. А тут раз... Я правильно понимаю, что вы брали... Договорите, договорите. Да, я говорю, хожу-хожу, тут делами своими занимаюсь, и тут звонит, блядь, мамина счастье, я пиздал некий, блядь, и говорит, хоу, блядь, слышь, алё, гараж, ты должен... Я вас понял. Да, так вот произошло. Вот так получилось, что я узнал, что я, оказывается, должен в 16-й день. Ну, 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 давай ещё версии выдвигай. Осталось у тебя что-то такое секретное, на основании чего я распугаться должен. У нас не монолог, Александр Александрович, у нас не монолог, а диалог. Ну, давай попробуем. Давайте друг друга не перебивайся. Договорились? Нет, мне таких друзей, ну, и нахуй. Ты так не говори больше. Я правильно понимаю. Я правильно понимаю, что вы брали займ, чтобы его не отдавать, Александр Александрович? Как хуй его знает, что ты там у себя в голове, больной, понимаешь? Нравится тебе так понимать, понимает так. По хуй его вообще, что ты понимаешь? Александр Александрович, оплачивая позже, вы нарушаете срочность, которая грантирована статьей 314 Градского кодекса. И что ты с этим знанием делать будешь? Хуя себе. Взывает к разуму. Не, ты давай козырь какой-нибудь достань из рукава, чтобы я передумал. Или что ты думаешь, вот таким вот образом ты можешь к какому-то результату прийти? Диалог, идите корректно. Не, ну ты мне объясни основания, почему я должен корректно. Ты подразумеваешь, что к тебе я проникнуться каким-то уважением должен. Какого-то попрошайки, который тявкает за чужое, сидит там с утра до вечера в этой гарнитуре, через раз его нахуй посылают, а он говорит, уважайте меня. Ну ты так это, блядь, ты чё, ты же ПКМ, как там вас на роде называют? ПКМ. Я не понимаю, о чём вы говорите, Александр Александрович, я не понимаю, о чём вы говорите. Ну и пиздик, а ты гвоздик, что ты всё понимаешь, и все вы всё это понимаете. Просто естественно, было бы, блядь, угарно, если бы вы сказали, да, я всё понимаю, так и есть, вы правы, блядь, но всё-таки мухрю, блядь. Настройтесь на перспективный диалог. Вот, 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 вот она ваша сущность. Настройтесь на перспективный диалог. Настройтесь на перспективный диалог и самостоятельно нам перезвоните. Ну пиздец, да. Давай, засыпай с этими мечтами, блядь, и просыпайся с ними же, блядь. Не, ну нихуя какой. Вы меня слышите? Да слышу, конечно. Вам смешно? И каждое слово твоё всё веселее и веселее. Александр Александрович, ваши слова ещё раз доказывают, что вы не до конца становитесь всё серьёзно сложившись в ситуацию, понимаете? А твои слова сейчас намекают мне, что ты сейчас мне тот самый козырь выложишь, да? Вот сейчас как этим козырем шарахнешь, потому что я не всё до конца понимаю. Неужто ты скажешь про выездную группу? Или что, коллектором? Передадим. Что у тебя там в запасе из бронебойного там? Александр Николаевич, компания сама разберётся, как с вами взаимодействовать? Так вы разбирайтесь, нахуя ты вот мне звонишь. Разбирайтесь там вместе со своей компанией, соберитесь там на досуге, компанию эту свою соберите и начинайте разбираться, блядь. И не только со мной. Разговаривать с вами конструктивно невозможно. Сотни тысяч невозможно, конечно, нихуя у тебя не получается по жизни у тебя. Настройтесь на адекватный разговор. Это твоя судьба, блядь. Александр Александрович, у нас с вами не монолог, а диалог, я повторюсь. Это понимаете? Блядь, ты можешь фантазировать, я тебе же говорю как угодно. Ты можешь придумать, что я вообще к тебе, блядь, чуть ли не на цифрах подбежал, и я сам тебе позвонил и жду, когда ты меня простишь за те самые деньги, которые я, блядь, твоему хозяину не заплатил. Вы все сказали? Да я и не пытался тебе ничего говорить. Это ты тут, это ты тут пытаешься что-то тут прохрюкивать, блядь. А я просто тебе в ответ говорю все, что считаю нужным. В общем-то, в принципе, не только я. В таком случае, я буду с вами прощаться. Конечно, я же говорю, судьба твоя. Потому что адекватная беседа с вами не получается. Да, пиздец, ты вообще понимаешь, что такое адекватная беседа с таким как ты? Ее, по сути, в жизни быть не может. У нормального человека вообще нет даже намека, чтобы адекватно с таким как ты разговаривать. Максимум, что я тебе могу пообещать, что люди тебе сейчас лайк поставят. Ну, или, может, мне. Ух. Как хотите. Ну, что-то надо поставить. Просит. Ну, хоть чем-то его взбодрите этого дурачка-то, блядь, несчастного. Вот это вот недоразумение. Кстати, если не подписались на канал, подпишитесь. Друзья, что-то как-то непонятно, а наш канал себя ведет, то, блин, по тысяче человек где-нибудь подписывается, то по 30 человек. Я не понимаю. Давайте попробуем, знаете, какую манипуляцию сделать. Я уже предлагал, много раз так делали, но это действительно перезагружает алгоритмы, может быть. Отпишитесь и тут же подпишитесь. Вот нажмите кнопку «Отписаться» и там через 10 секунд опять подписаться и колокольчик нажмите. Я уверен, вот многие из вас, кто думает, что вы подписаны, сейчас вот после моего предложения, глянете и окажется у вас, что у вас подписка слетела. Поэтому давайте собственно промониторим эту ситуацию и если не слетела, сделайте, пожалуйста, так. Отпишитесь и тут же подпишитесь обратно. Ладно? Это вам не трудно, а нам для статистики понять циферку. Потому что вот, ну и говорю, то тысяча в день, то две тысячи в день, то по 20, по 30 человек. Ну так же не может быть. Это скорее всего что-то YouTube глючит там у себя. Какие-то там у него перенастройки. Ну да ладно. Я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия всем вам и вашим близким и даже коломасе. Я того же самого желаю. Но Ангелина, ты сучка, конечно, крашена. Да плевать нам всем на тебя. Теперь уж точно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok